Продолжим. Третий раунд. Евгений, вы не присаживайтесь. Не оставайтесь здесь, да, потому что все верно. Социальная жизнь, молекул воды под действием электрического тока. Представляете, о чем сейчас происходит? Мы, может быть, ради только этого не пришли сюда. Спасибо большое. Так, ну это такая лекция, поскольку найдет третья, будет больше на лайте. Понимаете? Вот, но тем не менее, значит, попробуем поговорить про социальную жизнь молекул воды. Вот мы сейчас с вами здесь и сидим в зале, да, как жидкость, состоящая из молекул. У нас с вами есть друзья, коллеги, есть друзья по учебе, есть личные друзья с кем-то более тесные связи, да, с кем-то менее тесные связи. Когда человека бьет током, что с ним происходит? Ну, зависит от того, какой разряд он получает. Вот, там есть некоторые в детстве приколы, там 12 вольт, 30 вольт попробовать, да, но это будет ощутимо. Вот, да, если это побольше, то, наверное, уже будет не так. Вот, есть другое явление, которое, скажем так, систематизирует то, что находится у вас на голове в определенную структуру. И вы это видели на уроках физики, наверное, да, вот такая замечательная электризация. Оказывается, что вода не просто состоит из молекул, а точнее молекулы воды какой-то жизнью своей живут. И вот, в том числе ученые, которые находятся у нас в Америке, они вот в свои книги вводят такое понятие, как социальная жизнь молекул воды. Причем достаточно подробно описано, они могут ходить в бар там, еще куда-нибудь. Вот. Какая же ключевая единица вот в этой структуре, да, то есть социальной жизни? Ну, вот посмотрите внимательно на слайд, это вот, так скажем, реальный снимок воды, да, которая находится в стаканчике у вас, в бутылочке. И, как вы видите, все молекулы там в определенных таких тусовках находятся, да, то есть где-то здесь вот большая достаточно тусовка, структура. Кто-то парами сидит, кто-то тройками, но где-то в этот момент структуры нет, да, потому что вода, может быть, там переливается, изменяет, погибает, какие-то препятствия. То есть эти структуры существуют очень-очень мало времени, вот, и называется это словом кластеры. Слышали когда-нибудь про это? Да, замечательно. Ну, вот люди, кто знаком с этим, кивают, да, вот для ребят, возможно, это термин новый, да, кластер. Вот, ну, время разное, вот, но оно даже меньше, чем нано. Вот, ну, и, соответственно, непосредственно те связи, да, которыми объединяются эти молекулы, называются водородными связями. Ну, вот несколько таких примеров из курса еще химии, наверное, да, что вообще представляет молекула воды, да, и какие связи бывают. Ну, а это вот уже модельки таких кластеров, да, то есть как они могут объединяться в различные структуры. Ну, и вот у нас получается такая очень крутая, живая молекула воды. Ну, и ученые еще немножко, немножко теории, да, ученые различают сильную и слабую водородные связи. Вот, ну, и, соответственно, вот визуально, вы можете сейчас видеть на картинке, да, то есть мы с вами по-разному, если переводить на жизненный контекст, мы с вами можем по-разному объединяться, да, то есть, опять же, кто-то у вас, возможно, в учебной группе, да, дружит между собой, да, то есть такая сильная есть связь, да, там, допустим, трое верных друзей, неразручных, ну, а с кем-то вы дружите чисто по учебе и, скажем так, условно, слабая водородная связь. Теперь непосредственно к эксперименту. Нам очень сильно захотелось провести ток через воду. Скажу так, что первый эксперимент был не очень простой, и мой предшественник слегка пострадал. Он так, значит, мы подходили к лаборатории, он так плавно вылетал из нее. Как вы думаете, почему? Что не так при прохождении тока через воду? Вопрос для ребят, да. Так, а если все-таки будет проходить ток через воду, то что будет происходить? Какие? И? А что будет дальше? Да, будет гремучая смесь. Соответственно, когда люди проводили такие опыты, они получали гремучую смесь. Поэтому небольшая искра в лаборатории, то есть там, где много оборудования, там у нас вольтмер, там перметр подключен, да, есть оголебные провода, понятно, что это обычная лаборатория по физике. Вот, прошла небольшая искра, и то, что получилось в результате опыта, слегка взорвалось. Поэтому студента слегка отнесло, но никто не пострадал. Вот, и как раз подошел я, и мне сказали, будешь заниматься этой научной работой? Ну, я подумал, целую ночь не спал, вот, а потом подумал, ну, а почему бы нет, было бы интересно. Вот, ну, понятно, что для безопасности мы взяли нержавеющие электроды, это лезвия, которые припояли обычные проводки, ну, и, соответственно, на очень маленьком расстоянии, то есть вот буквально 400 микрометров, соединили и начали пропускать ток. Вот, наша задача была понять эффективность этого процесса, то есть насколько этот процесс эффективен. Ну, и понятно, что мы, во внимание, брали кластерную структуру воды. Если это было бы не так, то такие, как бы, явления, наблюдения, которые мы получали, были бы невозможны. Ну, и вот, буквально 100 секунд, 3 вольта, и посмотрите, что у нас происходит с водой. Да, если мы берем дистиллированную воду, казалось бы, да, ток не должен проходить, на самом деле, очень маленький ток проходит, то есть нам буквально миллиамперы. Миллиамперы, да, вот тут вот шкала миллиампер. Вот, ну, и вы видите, как идет, то есть, ну, сначала начинается, да, с какого-то значения, и потом постепенно падает. А мы решили поиздеваться над водой и сделать им небольшую тусовку, поменять полярность. Ну, вы знаете, есть такие блоки питания, где вы можете менять полярность. Ну, и, соответственно, я прямо рядом с этой банкой, где происходит процесс, стою и меняю полярность, тем самым увеличивая опасность этого эксперимента. Да, то есть, получается, что у меня на электродах попеременно выделяется флород и водород. Вот, ну, и вот наша задача была понять эффективность, опять же, я вернусь к этой задаче. Вот, мы взяли температуру, то есть воду различную температуру, ну, примерно от 4 градусов, да, и мы дальше старались менять до 80 градусов. Как вы видите из графика, процесс такой эффективный, да, ну, то есть максимальный ток прошел, у меня понятно, что при самой высокой температуре. Но если мы будем смотреть на сам процесс, то есть его эффективно, да, эффективно, то, ну, давайте я вас прошу, здесь, конечно, не сразу будет видно, при какой температуре может наблюдаться самый эффективный процесс? Так, 65, есть варианты еще. Какая у вас температура зацепила? Ну, вот, если посмотреть очень внимательно, там, где меньше всего идет спад температуры, да, это не самая простая температура, а что это за температура такая, красный график? Да, а что это за ближайшая? Да, совершенно верно. То есть оказывается, что та температура, при которой у нас идет большинство процессов в организме, да, 36,6, ну, конечно, она отличается в зависимости от того, в какой области тела мы будем находиться, но тем не менее оказалось, что именно при этой температуре наблюдается такой более плавный спад, то есть процесс получается более эффективный. И посмотрите, очень внимательно, при изменении полярности, а она происходит намного дальше, чем у остальных, да, наблюдается вот достаточно такое еще, ну, скажем, повышение, то есть ток большего значения проходит. Ну, вот, соответственно, этим вопросом начали заниматься дальше, и решили взять самый ближайший простой параметр, который нам может помочь в этом. Это показатель молекулы. Так, значит, мы взяли показатель PH и решили проверить, а что происходит, если мы в эту воду будем добавлять различные вещества. Ну, понятно, что тут содержание, да, чтобы посмотреть, может рассчитать концентрацию, если это необходимо. И последнее будет ли меняться PH. Ну, понятно, что, вы знаете, вот эти вещества, которые у нас входят в лекарственных средств, были растворены, и потом специальным PH метрам, есть в такой лаборатории, были вверены. Ну, а после этого мы снова устроили тусовку и начали проводить ток через три среды. Ну, через одну мы уже провели, да, синдислированная вода. Дальше взяли с виду, где PH меньше 7 метров, в случае тридцовая кислота, и где PH была побольше. Вот у нас был кальций-карбонат, да, с креста 8-7. И проверили, какой ток проходит через эти растворы и как меняется PH. Ну, вот, как вы сейчас видите на слайде, примерно, да, на 0,2, на 0,1 будут побольше, да, то есть прищерочность, где PH больше. После этого мы решили проверить вообще электрофизические свойства, да, была основная цель PH, помогла нам посмотреть водородный показатель, то есть ионов уделять столько же, не столько же при разных веществах. Ну, и вот тут вот на слайде, надеюсь, что вы любите графики, да, их здесь достаточно много. Мы проверяли для измерителя имитанса полное сопротивление, которое есть в этом, в этой жидкости. Ну, и вот у нас получилось, что для дистиллированной воды, да, вот вы видите достаточно большое сопротивление. Ну, в принципе, это исходя из... А, да. Ну, я могу, в принципе, и так, это не слышно. Вот, вы видите, что у дистиллированной воды немножко она отличается. Да, немножко отличается. Почему? Потому что вы знаете, что вода проходит определенной степень очистки, да, и поэтому в зависимости от того, насколько она была качественная, вы получаете немножко различное сопротивление. Ну, тут разница, конечно, может быть и большая с точки зрения вот полного сопротивления, да, 12 килоом, 18 килоом. В принципе, вода дистиллированная, ток здесь, ну, практически не пропустит. Ну, и взяли, понятно, обычную воду, чтобы проверить, да, питьевая вода, Александровская у нас раньше была, к сожалению, сейчас ее уже нет. Вот, ну, и потом отдельно начали исследовать, то есть, а что вносит вклад вот в эти сопротивления, да, то есть, полность сопротивления, реактивная составляющая или активная составляющая. Ну, вот здесь график цвет другой, это относится к питьевой воде, то есть у воды питьевой, где диетическая проницаемость меньше и где сопротивления меньше, вот составляет такой вид, реактивная составляющая. Будьте здоровы, все правы. Вот, ну, и, то есть, там много достаточно было экспериментов. Вот, последняя часть эксперимента составляла о том, чтобы проверить, ну, мы хотели посмотреть, вот, говорят про структуру, которая может сохраниться, если вода перейдет в другое состояние, да, то есть мы решили проверить это в кристаллах, а будут ли меняться свойства, если мы будем измерять уже их у кристаллов. Ну, и поскольку мы это все делали со студентами, развлекались, взяли самую простую еще, такую школьную темку, да, знакомы, что это такое, вот, синенькое, голубенькое здесь? Что за вещество, кто знает? Ну, вот, вот. Купорос? Да, совершенно верно. С обычной школьной кристаллы, обычная тема, которую просят многие учителя вырастить дома кристаллы. Вот, понятно, что мы тоже разной водой, во-первых, это раздравляли, во-вторых, мы еще добавляли различные магнитные свойства, то есть мы выращивали кристаллы в северном полюсе, в магнитном полюсе, брали разную ориентацию, вертикальную, горизонтальную, и даже взяли, собрали робота, который будет вращать магнитик, чтобы сделать переменную магнитное поле и посмотреть, будут ли расти наши кристаллы и как. Ну, вот результаты вы видите, но самое-то главное другое. Самое главное, что прибор показал совершенно различные электрические свойства. Ну, то есть имеется в виду сопротивление, да, которое мы измеряли у обычной воды, у кристаллов, оно тоже менялось. В зависимости от того, какую мы воду, да, при каких условиях мы используем. Ну, вот, так, все, да. Ну, вот такая вот у нас пола воды. Благодарит вас за внимание. И небольшой итог – это то, что социальная жизнь молекул воды, да, в данном случае, она заключается в том, что в зависимости от различных внешних свойств, да, в том числе и просто прохождения тока через воду и прохождение каких-то других, да, внесенных физических эффектов, вот как здесь магнитное поле, мы будем наблюдать их различную группировку, различную колластеризацию. А вследствие этого и различные свойства, которые вы увидели на сайте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ